Итак, опрос, что является базой каждого вашего наряда? Ответ. Это ваша обувь. Первым в моем списке идет пара обуви, которая даст вам ощутить себя на миллион баксов. Я не знаю, какая эта обувь будет для вас, но должна быть такая пара, что когда вы ее надеваете, вы чувствуете себя как настоящая рок-звезда. Серьезно, как только они оказались на вашей ноге, вы сразу себя чувствуете лучше. Почему? Потому что вы знаете, с чем их носить, вы получаете комплименты, вы знаете, что когда вы их носите, вы чувствуете себя хорошо. И ваша звездная обувь не обязательно должна быть яркой, она может быть довольно простой. Это может быть пара кроссовок или кожаные кроссовки. Просто нужно следить, чтобы они были чистыми. В вашем образе что-то будет, а это то, что нам и нужно. Эти ботинки, если на них посмотреть, в них ничего особенного. Но если приглядеться, то можно заметить небольшие детали. Вот тут сбоку есть пряжка, у них более высокий каблук, который прибавляют в росте. Но самое мое любимое, это оливковая замша. Издалека этого не видно, но вблизи начинаешь различать текстуру, и мне это нравится. Эти ботинки отличный магнит для комплиментов. Но если это слишком модно для вас, тогда можете выбрать чуть более классическую модель с дополнениями. У меня в руках классические ботинки, но они с брогированием. Смотрите, какой рисунок и отверстие в коже. Это привлекает к себе внимание. В то же время у них классический цвет. Они отлично будут сочетаться с вещами из вашего гардероба. Будь это синие джинсы или серые брюки. Что мне нравится в них, так это брогирование, которое будет выделять эти ботинки среди других ботинок такого же цвета. Украшения и детали, вот что помогает привлекать внимание и получать комплименты. Далее в списке у нас туфли для путешествий. Для меня хорошие туфли для путешествий, те, которые выглядят хорошо, но мало того, в них удобно, и к тому же их легко надеть и снять. Серьезно, круто иметь обувь, которая легко надевается и снимается в аэропорту, на контроле или просто во время поездки, когда надо ехать пару часов. Я просто включаю круиз-контроль и наслаждаюсь поездкой. У меня в руке классические пеннилоферы. Они не привлекут к себе много внимания, но что в них прикольного? Они будут сочетаться практически со всем в вашем гардеробе. Их можно надеть с чем-то нарядным или с чем-то попроще. Да, этот светлый цвет лучше подойдет для кэжуал-наряда. Еще один вариант для путешествий, которые легко надеть и снять, это ботинки Челси. Если вы живете в местах, где часто бывает непогода, эти ботинки будут отличным выбором, чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть круто. Следующая обувь в нашем гардеробе – это разнообразные повседневные рабочие туфли. Разнообразные, потому что их можно надеть с чем-то нарядным или с кэжуал-одеждой. А повседневные, потому что удобные. На них стежок Блейка или Гуд Йер, поэтому легко заменить подошву. Они похожи на обычные туфли, но когда вы их носите, то со временем они принимают форму ноги и становятся еще более комфортными. Ну а что, если вы носите джинсы и футболки? Я бы рекомендовал вам прокачать свой стиль и, может, надеть поло или рубашку. Но да, не забывайте про обувь, это могут быть кеды, а можно что-то более серьезное, например, кожаные кроссовки темного цвета. Темные цвета всегда придают более формальный вид, и мне нравится, что на них не так заметна грязь. Далее, господа, идет вечерняя обувь для свиданий. Обувь, которую вы надеваете, чтобы произвести впечатление. Потому что вы, наверное, слышали, что женщины смотрят на обувь. Они делают выводы о вас по вашей обуви. Поэтому, если вы хотите сделать хорошее первое впечатление, тогда надевайте обувь, которая будет хорошо выглядеть. Если мы говорим об обуви для свиданий, то я рекомендую парням надевать такую обувь, которая делает их еще более привлекательными. Если вы метр семьдесят, то наденьте обувь, которая добавит вам пару сантиметров. Вы будете выглядеть выше, стройнее. Почему бы не воспользоваться этим в свою пользу? Еще можете выбрать замшу. Я уже говорил об этом. Есть много компаний, которые делают хорошую замшевую обувь. Вот, например, эти. Также поэкспериментируйтесь с декором, как, например, это кольцо. Может, это сочетается с вашим характером, и ей это тоже понравится. Тогда есть все шансы. Далее в списке обувь, которая должна быть у мужчины, это удобная обувь. Да, вся обувь, которая у вас есть, должна быть удобной, но вот эти будут суперкомфортные. Если их надеть, то это все равно, что окунуть ногу в масло. Допустим, вы прошли 20 километров, ваша нога, наверное, закипает. Но если вы надели такие, то вам по-прежнему будет норм, потому что у этих ботинок более широкая коробка для пальцев. Я об этом рассказывал раньше, мне нравится модель Макосин из-за их конструкции и более широкого носка. Потому что если у вас отекают ноги после 16 часов ходьбы, то носите ту обувь, которая будет удобной в течение этого времени. А что делать с теми днями, когда вы не хотите слишком долго думать, что надеть? Высокие, низкие ботинки или туфли. Тогда можно выбрать что-то более универсальное, о чем не надо париться. Вот такие вот ботиночки. Эти ботинки, если вы не знаете, это модель Чуки. У них чуть более высокий голеностоп. В целом они нарядные, но не такие высокие, поэтому их легко надеть и снять. Здесь также есть интересный контраст с подошвой. Они стильные, при этом минималистичные. Красивые ботинки, их можно надеть с джинсами и футболкой или рубашкой. Это кэжуал обувь. Если хотите что-то более формальное, тогда выбирайте обувь с меньшим контрастом между подошвой и верхом. Выбирайте более классические ботинки. У таких ботинок не слишком высокий голеностоп, но они и не такие низкие, как туфли. Прикольно то, что их можно носить с джинсами, их даже можно надеть со спортпиджаком. Можно надеть под что-то нарядное или с чем-то попроще. Они сделаны из интересного материала. Это шагриневая кожа. Она делает эти ботинки чуть более кэжуал, а также придает им текстуру. Это добавляет новый взгляд на стиль. Далее вам понадобятся туфли для костюма. Классические Оксфорды. Мне нравятся такие, потому что их можно надеть с серым, а также и синим костюмом. Их даже можно надеть и со смокингом, если правильно отполировать. Но может вам хочется что-то более модное. Тогда современная классика, цельные туфли или холкоты. Я бы не рекомендовал их со смокингом, но их можно надеть с темным костюмом. Их будут замечать и не будут выделяться. Кто-то может сказать, что это слишком. Но на мой взгляд, их можно надеть с костюмом. Далее вам нужна обувь для серьезных погодных условий. Это для тех, кто живет в зонах, где может быть слишком жарко или слишком холодно. Лично у меня погода бывает минус 30 зимой. Поэтому мне нужны ботинки, которые не только будут зачищать мою ногу, но у которых будет хороший отступ от земли. И у них будет хорошее сцепление с землей. Но если вы где-то у экватора, где жара 30 градусов, и это зимой, а летом все 45, то вам потребуется обувь, которая дышит. Легкие, дышащие и перфорированные. Они отлично выглядят, и их можно носить с укороченными носками. Они будут идеально подходить под жаркую погоду. Давайте теперь обсудим спортивную обувь, потому что правильные кроссовки могут сделать ощутимую разницу. Где-то 5 лет назад я думал, что уже пора завязывать с бегом, потому что у меня сильно болели ноги. Но выяснилось, что у меня были плохие кроссовки. Я взял себе обувь с поддержкой и специальными стельками. Сейчас я пробегаю 5-7 километров и чувствую себя прекрасно. И нет никакой боли, потому что у меня правильная обувь. Беговые кроссовки хороши для бега, но если вы ходите в зал, где тягаете веса, то вам пригодятся кроссовки, которые для этого подходят. Серьезно, это все равно, что стоять на подушке со всем этим весом на плечах. Лучше выбрать что-то на плоской подошве, чтобы был лучше контакт с поверхностью. И следующая модель обуви, которая нужна каждому мужчине, это старые боты. Это такие потасканные ботинки, которые лежат у вас где-то в гараже, и когда на улице дрянная погода, полно грязи, вы надеваете их, потому что вам все равно на грязь, так как они для этого и были созданы, чтобы месить грязь. Какое видео смотреть дальше? Как насчет, почему ботинки делают мужчин привлекательными? Серьезно, если вы его не смотрели, то я раскладываю по полочкам, почему ботинки делают мужчин привлекательнее. Потому что это так, и женщины это подтверждают. Так что смотрите это видео.